всем привет дорогие наши друзья доброго вам утра хороших выходных у нас суббота суббота утра вот такое вот классное солнечное утро солнышко там это у меня розочки расцвели а я не туда мои вы красотульки там вот высоко вон там высоко вон и вот маленькая вот такая вот красивая бутончик на длинной-длинной ножки так ну что я вышла мы вышли а ты чё лёшик вышел ты будешь мне помогать ты там это а я там то это вчера вот лёшик вывозил яблоки да гляньте ну и все меньше и меньше остается лёшик а я иду в тепличку сегодня у нас последний такой денек вот летний хочу навести порядок в теплице выдрать все собрать помидоры которые остались там перцы надо там собрать острые в общем наводим порядок в теплице а потом пойду еще картошечку лёшик просит жареную я хотела жаркое сделать с грибами он говорит не хочу жареной ну ладно будет жареная он шон делает опилки спиливает это ты намешал опилки с пва да и замазал вот эти вот щели все вот ну ладно сегодня я работаю на улице лёшик видел у нас розочка расцвела до красивая такая ну да последний раз уже все там он еще бутончики но я думаю они не расцветут уже две розочки расцвела ой а там какие розочки сейчас пойду покажу вам сейчас пойду покажу радует еще вот это вот все и тут тоже бутончики на розах вон какая красота гляньте цветет это прям и правда почвопокровная по земле стелется он ведь такие яркие 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 бархатные цвета бутончик вот какой красивый ой прелесть какая и желтенькая желтенькая гляньте как цветет но красота вообще прелесть какая розовая вон тут пока нет бутончиков да это отцвела а тут вот какие с каем очка и светленькая такой как будто кружевная такая красота а я тут сколько бутончиков вон сколько бутончиков кто там лазит боярышник сыпется уже поклевала немножко боярышника такой сладкий в этом году солнышко много было капелька моя моя тапелька и вот это вот красивая такая она ой а капельки росы какие на на листочках блестят красивая ладно все пошла работать девочки пойдемте девочки пойдемте пойдемте мои хорошие девочки красит выдрала перцы острые еще не собирала только вот выдрала потом сяду тихонечко на стульчик и переберу а это то что осталось вот эти остатки сладкого перца вот такой еще урожай огурцов они наверное все лето зрели росли зрели на семена хорошие кстати но это гибрид герман и маша у меня огурчики огурчики не выдирала тут еще есть маленькие есть он еще висит вон висит вот маню пушки висят много еще еще огурчики будут вот так что пускай висят тут все выдрала вот эту всю солому тоже соберу вынесу тут в ней всякие эти бактерии всякие ненужности для грядки короче она то конечно хорошо когда это все перегниет но и болячки эти все не нужны нафиг вот ну теперь очередь за помидорами сейчас выдираю помидоры я вот так выдираю куст обираю его вот и выбрасываю потом чтобы не лазить мне зеленых еще много они будут спеть положу их будут спеть далее лёшек мой ну или лёшек где ты была где ты бегала где ты бегала гуляла до еле загнала выскочила на улицу если еле загнала ее не хочет ни в какую не слушается на лиску нашу прикрыть ниша найдет а это не этой хоть кричи хоть шо ты хоть хоть раком встань она не пойдет о о как вот так ладно пошла я за ящиком буду собирать помидоры тому на красненькие еще покраснели хорошо вот и хорошо ой две радости мои под кресло телячьей нежности вот так вот вот как хорошо ты что или ну к тебе то не тебе говорю от ты ревнивая ладно пойдем за ящик ой а что там что-то что вы всполошились никого там нету чё всполошились двойная защита да все ребята кличке выдрала все но в порядочек простор ненько так стало а вот еще физалис лёшка нашла физалис еще нашла вот у меня физалис тут поспел лёшек попробовал умурит вкусно вот растет ну мало до куз большой на бестолковой вот еще на возьми возьми этот а то у меня перчатки в руках вкусный блин не знаю на что похоже ни на что не похоже на физалис похоже вкусный надо будет попробовать на следующий год посажу на грядке как он на грядке пойдет на вкусный не помню какой сажала но вкусненький так ну что попьем кофейку отдохнем да надо будет перебрать еще перчик вот этот вот вот это вот брать сделаем потом еще помидоры зеленые вот эту мелочевку всю там у меня снизу крупненькие будут лежать доспевать вот мелочевку тут и моя там сидит все там все помидоры не поймете разноцветные почему не поймешь вот раньше были красные помидоры и розовые да да раньше раньше были еще одни красные потом розовые придумали а сейчас серо-буро-малиновые каких только нет голубых только не но он висит наверное пока не станет мягким тогда только поймешь что он зрелый он уже перезрелый не буду больше сажать никаких не зеленых не серо-буро-малиновых никаких только розовые красные и вот хурму желтенькую вот желтенькая хурма мне нравится а у нас тут вот какой урожай но это это кушать нельзя это делаем что-то на этом кусту так много мух и не знаю почему может пахнет на этом нет на беленьком это что же дерен немножко другой ну пойдем пойдем сделаем кофейку посидим побалдеем на терраске да ой лёшек влезла да ладно она сейчас отмоется водой пойдем ручки помоем кофейку сделаем и потом выйдем все в тепличке вон порядочек но не порядочек еще надо скрести еще это сено и заказала там на вал борисе доломитовую муку придет пенсия скоро выкупим и посыпать надо вот я стала сыпать доломитовой мукой у меня не стало фитофторы уже говорит тут попьем или туда пойдем конечно туда пойдем сколько на как покажи покажи лёшек он на калашматил сколько лёшек очень любит такие помидорчики да пойдем туда на солнышко вот такой вот кофе йог красивые с пенкой посидим лёшек последний день такая погодка ну конечно блина его потерял я так они все такие надо и эти вкусные все вкусные ну вот посидим посидим кофейку попьем понаслаждаемся сегодня у меня такой классный день я вот поработала в тепличке на улечке а то считай вот пол лета я просидела в доме погода вот какая весь сентябрь такая погода классная а я в доме а я с этими заготовками все лёшек на улице а я в доме не снимаю косынку потому что там под косынкой вот так вот что они закрасил мы еще следующий раз закрасишь ты же еще раз будешь красить а сейчас буду купил ну да а небо на небе ни одной тучки ваще он чистое а там он солнышко иди сюда садишь а ты вот так странно ветер туда а дым сюда да твой дым сюда а тот дым туда вон тот дым он видите там в ту сторону горюшек курит дым на меня идет мужик со второй машины снимал едет машина то ли бэха а он снимает оттуда на виде регистрации и олени начинают перебегать дорогу один раз в прыжке через машину а второй раз или капот а не повезло мужику да что не на капот а на багажник не получилось я потом стал прыгать и обратно скакал но этот ух ну молодой помоложе чем этот который упал прям через машину вообще сюда алису поставить и пускай гремит ой точно о чем и да включить алису пускай она нам тут поет песни бугнита все веселее да да мне тишина нравится это даже не хочется ее портить музыкой всегда мы с лёшком от москве когда жили еще поедем куда-нибудь на природу а там приезжают и врубает музыку как это раздражает но неужели вы дома не можете наслушаться этой своей музыки а на природе надо слушать природу тишиной наслаждаться ведь в городе этот шум постоянный и так хочется тишины так мозги устают от этого шума что просто вот вчера вчера позвонил племянника мне тоже в москве живет москве работает там говорит вечером еду с работы десятый час еду с работы бурю алёшик уже спать лег вот так вот вам москва как говорят до москва никогда не спит мы жили вот на проспекте мира проспект мира на пересечении с галушкина улице и вот окна открываешь вот окно вечером или даже ночью открываешь и вот такой просмеет проспект мира гудит шумит в любое время суток когда ты не открыл окно там постоянно вот этот и барабанщики да у нас там под окнами было это академия мчс и там каждое утро я у них была вот эта линейка развод и барабани ли они там ну классно было смотреть наблюдать мы постоянно наблюдали за ними как они там шагали это вот в линцово поехал в барбиху рыбалку рано поехал там прудик такой хороший и до тишина такая схожу пробу слышу гу 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 думаю все конец рыбалки возвращаться неохота я пришел что ты там думаешь вот это коса он выбирает поставили машину два два парня рубили музыку не разговаривали но часа полтора я слушал я думаю ну ладно там сабантуй да но по приколу на середине когда утром сижу тихо хорошо а там же приезжает там помнишь на машине приезжать и на всю гладинирский центр зачем да я вот тоже не понимаю приехали на природу слушайте как птички поют как деревья шумят ветер шумит вода листвой ну да сколько звука природы такой вот что вы их даже не слышите не хотите слышали а мне нравится тишина особенно я ее стал оценить когда вот приехала в москву дома у нас так маке тишина там тишина скажи лёшка там тихо как в деревне мы жили в частном секторе вот 6 соток половина под огородом половина двор дом я вспомнил это два раза я пьяный шел от магазина домой и заходил не в тот город люди люди калитка тоже все мужик какой-то появился хорошо помнишь когда я с ногой-то лежал этот музыку врубал напротив конечно не у нас там соседи были хорошие мы всегда с соседями жили дружно всегда делились чем могли такого не было у нас что под просто на ровном месте соседи шли отвернулись и не поздоровались никогда он облака да и вон еще облака ой как же хорошо ну как же хорошо как здорово надо вставать и идти работать да а мне еще картошку жарить с грибами а сегодня у нас будет обед царский малешек классно жалко селедки нет а интересно магазине у нас нет селедки с картошкой я видела руки я ела так аппетитно с грибами картошка с селедкой ну иди с грибами да ладно ехать не поедем воды надо набрать все там последнего так что поедем ребятам заедем по 12 да ладно пообедаем позже да а картошку жарить у нас быстро все решается вообще мне это так нравится вообще я раньше вот знаете собирались сестра вышла замуж уже таня маленькая была и вот они приезжают у них был мотоцикл такой вот урал тяжелый вот у папы был иш немецкий и вот они приезжают к нам сядем вот так вот на маленькие стульчики во дворе сидим болтаем там все вот так вот это обсуждаем чё-то разговора и так кто-то на эти мимо ли мимолетом так на море бы может поедем а поехали а поехали давайте быстренько 1 1 покидали все в эти люльки мотоцикл палатки вот это вот все был список у нас вот этот вот где все что надо было записано что брать на море вот и покидали быстро сели и поехали на море приезжаем но на лиман мы ездили там вот возле азовского моря молочный лиман там жила папина сестра родная и мы вот приезжаем туда можем прямо на лимане заночевать палатки поставить а можем заехать к сестре папиной там всегда нам были рады танюшка если ты смотришь привет тебе наших родителей вспомнил расколбасила не поедем ну ладно значит будем картошку жарить раз расколбасила значит расколбасил у лёшика есть анекдот москвичи хотят чтобы все приезжие поехали из москвы и шо вы блин петербург будете там делать лёшик говорят что я с тобой живут только из-за твоей пенсии у лёшики обычная самая даже минимальная московская пенсия девчонки не сочиняйте ради бога мы с лёшиком по любви поженились да мне что обидно вот у меня пенсия 42 года и кто-то 10 лет прожил у него такая же пенсия да вот я проживу и у меня такая же пенсия еще 6 лет мне даже пять с половиной пять с половиной не говори глупостей лёшик мы с тобой будем жить долго и счастливо да да куда нам умирать вот глянь как здесь классно красота какая я все думаю сижу легче на машине съездить на город чем пешком да мы можем иногда в горы в этот магазин съездить на машине чем пешком и газинить надо вас есть доделывать потом а куда она денется там там даже в дождь можно выгрести но мы же не город поедем сюда и в город ты хоть в город да ну тогда пойду одену платье